Ржев продолжает готовиться к празднованию 75-летия Великой Победы. В городе продолжаются масштабные работы по благоустройству. Их темпы, а также качество накануне оценил губернатор Игорь Руденя, который посетил муниципалитет с рабочей поездкой. Ее итоги он подвел, общаясь с представителями прессы, среди которых был и наш коллега Роман Быков. Первым пунктом поездки стала строительная площадка Ржевского мемориала. Сейчас там смонтирован несущий каркас памятника, который уже готов к нанесению бронзовых элементов. Завершена отливка бетонных стен в основании кургана. На них закрепят листы с именами красноармейцев, погибших в боях за город, а также фотографии участников битвы. Игорь Руденя высоко оценил не только темпы, но и качество работ. Мы даже видим, насколько люди укладывают бережно плитку, насколько аккуратно осуществляют процесс озеленения, насколько аккуратно устанавливают уже коми с деревьями в места их посадки. Вместе с главой региона объект осматривали заместитель министра культуры России Николай Овсиенко, госсекретарь союзного государства Григорий Рапота, а также директор музея Победы Александр Школьник. Столичные гости отметили, что уже пора думать не только о темпах строительных работ, но и о функционировании этого музея. Он должен работать так, чтобы люди, которые сюда приезжают, у них оставалось как можно более яркое и как можно более полное и объективное впечатление о том, что же происходило здесь в 42-43 годах. Также Игорь Руденя осмотрел ремонтирующуюся дорогу от деревни Хорошего до трассы М-9. Губернатор поручил продлить участок реконструкции до площадки Международной войно-исторической поисковой экспедиции «Калининский фронт». Дорога будет продолжена еще более чем на 200 метров. Мы сейчас формируем лагерь «Калининский фронт». Это лагерь для поисковиков, поэтому и подъезды к ней, и инфраструктура будут полностью обеспечены. В самом Ржеве глава региона проверил ход выполнения работ на объектах, благоустройство которых ведется в рамках подготовки к 75-летию Великой Победы. Среди них – обелиск с советским воином, погибшим при освобождении города. Восстановление обелиска в честь советских солдат, которые освободили город от немцев в 43-м году, является важнейшим пунктом подготовки Ржева к 75-летию Великой Победы. Причем это тот самый гранит, который и был просто его так отписка струли, что он теперь выглядит как новый. Что касается города в целом, то в план работы по благоустройству включено более 22 объектов уличной дорожной сети, 28 дворов, 25 детских площадок, ремонт кровель и фасадов, 59 многоквартирных домов, а также зоны отдыха и памятные места. Игорь Руденя потребовал от местных властей строго следить за качеством, добавив, что в следующем году добавятся новые объекты. Это будут работы и по школам, и работы по культурным учреждениям, по музею. Также этот вопрос касается центральной районной больницы. Дети попросили им сделать скейт-парк, поэтому с администрацией мы проговорили, они будут готовить документацию и область примет активное участие в строительстве и создании скейт-парка. В этот же день губернатор посетил центральную районную больницу, школу номер один, номер семь, а также социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних, которые остались без попечения родителей, либо оказались в трудной жизненной ситуации. Глава региона внимательно осмотрел все помещения, ну и, конечно же, пообщался с воспитанниками. А как тебе зовут? Матвей. Матвей, молодец, очень красиво, очень красиво. А вот молодой человек второй. Меня Саша. Саша. Александр. Молодец, Александр. Игорь Руденя пообещал выполнить просьбу детей и педагогов. Помочь с обустройством собственного огорода, чтобы воспитанники могли с детства приобщаться к полезному труду.